Время перед Новым Годом. Это время волшебства или, наоборот, напряжения? Шесть недель у нас остается, да? Порядка шести недель. Очень двоякое ощущение, насколько энергии плотные и вычищающие, настолько они судьбоносные и могут нас удивлять в позитивном ключе. Так, это глобально звучит. Предлагаю конкретизировать. Представлю по традиции и продолжим. Нона Мусолян, неопсихолог и нумеролог, сегодня в гостях на MyUS. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, которые помогают развиваться нашему каналу. Оставайтесь с нами, будет полезно и интересно. Можем ли расшифровать более подробно, для кого время перед Новым Годом будет ощущаться как тяжелое и напряженное, для кого, наоборот, как легкое? Можно ли это разделить по знакам зодиака или по каким-то другим принципам? Ну, на самом деле, я вот на своем канале давала тоже прогноз, о ноябре месяце, что это как работа над ошибками. То есть нам был дан ноябрь как вычищающий, трансформирующий месяц перед тем, как мы вступим в энергии 2022 года. Генеральная уборка. Да, генеральная уборка. Те сюжеты, те сценарии, которые в жизни человека были недоработаны, они дорабатывались в ноябре. Ну и сейчас еще ноябрь у нас не закончился. То есть стоит обращать внимание. Поэтому нумерология месяца была семь, а семерка – это всегда как пойдите, поучитесь и сделайте работу над ошибками. То есть это для некоторых людей, многие считают, что код семь – это счастливое число. Но на самом деле это как раз такой двоякий код, который имеет определенный подтекст. То есть вот условно говоря, если в личной жизни вы что-то недоработали, вам может дать пространство этот урок, доработать, допонять. Или там в отношениях партнерских в бизнесе. То есть у каждого человека это индивидуальный какой-то сценарий и индивидуальный урок. Мы вступаем полноправно в энергии 2022 года в феврале. А сейчас время для очищения, перезагрузки, и чтобы мы потом уже перешли новенькие, чистенькие, так сказать, и уже с новым каким-то мировоззрением. И сейчас очень важно отслеживать, с чем мы туда войдем, я бы так сказала. Могу ли я уточнить? Уроки – это какие-то ситуации, напряжение, недовольство, когда что-то идет тяжело. Как это может выглядеть? Как человек может отследить, что в какой-то жизненной сфере у него появился урок, на который нужно обратить внимание и как-то по-новому пройти? Ну, в силу того, что мы, как жители планеты Земля, мы, естественно, зависим от Солнечной системы. Этого тоже нужно… Не стоит этим пренебрегать. У нас Марс находится сейчас в своем сильном знаке в Скорпионе. Уран с Марсом в оппозиции – это всегда непредвиденно, это всегда что-то такое, вот может быть, эмоциональное, воинственное. Это коридор затмений предстоящий, который тоже нужно как бы успешно пройти. Все это способствует тому, что в жизнь человека может что-то врываться молниеносно. Вот какой-то момент, когда вы живете, а на самом деле вы не знаете, что завтра вам могут позвонить, и нужно кардинально что-то поменять. То есть нужно быть готовым к этому. Да, что-то идет не по плану. Мозг человека устроен таким образом, что ему нужно все проконтролировать. То есть это наше эго. А нас сейчас в новом устройстве мироздания переучивают, можно так сказать, учиться жить здесь и сейчас и адаптироваться к тому, что есть в текущем моменте. Поэтому моя рекомендация – наблюдать и быть гибкими, что приходит, как это все происходит. Ну то есть вы же видите, это все как на уровне государства, нововведения какие-то происходят, и не все от нас зависит, так и в личной жизни может быть, и в обстоятельствах. То есть бдительно наблюдать и реагировать вовремя. Соответственно, правильно ли я понимаю, что как раз тяжело будет тем, кто игнорирует вот такие резкие перемены, резкие уроки, а легче будет тем, кто готов гибко реагировать на изменения? Да, да. Те, кто уже понял, что стабильность на самом деле ничего хорошего не несет. То есть чтобы человек развивался, ему нужен божественный пендаль. Божественный стресс. Да, 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 так и есть. Так, вы упомянули сейчас о большом количестве разных событий, о которых много людей, наверное, имеют немного понимания, коридор затмений и так далее. Можем ли проговорить более конкретно, какие вообще энергии сейчас будут управлять планетой в ближайшее время? Ну, раз уж мы начали тему до Нового года, так до Нового года. Да, до Нового года. Ну, начнем с того, что в ноябре месяце у нас было Новолуние в знаке Скорпион, а Скорпион символически означает восьмой дом. А восьмой дом – это мощная, в первую очередь, психологическая трансформация личности. И, естественно, поскольку мы живем в физическом мире, в материальном, нам пространство может указать на какие-то аспекты нашей жизни, на которые нужно обратить внимание. То есть у кого-то это через там болезнь какую-то, да, нужно прилечь и задуматься, допустим. О чем это для меня? Почему меня уложили, остановили, значит, наверное, остановили для того, чтобы я о чем-то задумался, что-то переосмыслил, что-то допрожил. У кого-то, возможно, могут быть, кстати, восьмой дом – это еще про партнерство, только про партнерство, наверное, даже больше. Ну, тут много аспектов, как и деньги твоего супруга, так и бизнес-партнера. То есть может что-то нужно по-новому трансформировать и доработать отношения я и другие люди, ценности, приоритеты. Потом у нас сейчас будет полнолуние в знаке зодиака, телец. И это тоже про какой-то такой, знаете, как катализатор. Вообще все любые затмения и какие-то вот кульминационные точки астрологические, они запускают определенные процессы. Не всегда люди это чувствуют в тот же день. Это может распаковываться в течение двух месяцев, в течение одного месяца. Это череда событий и как запуск новых процессов. Так, чтобы не штормила не бывает. В любом случае, как-то человек ощутит влияние. Люди, которые более, скажем так, сверхчувствительные к этим процессам, конечно же, они это ощущают. Эмоциональный фон очень нестабильный. То есть здесь нужно стараться все-таки самообладанием заниматься. Выдыхать. Выдыхать и стараться, как я люблю говорить, учитесь властвовать собой, потому что эти эмоции, они не всегда влекут за собой последствия в жизни. Потом, то есть можно принять решение на эмоциях, и это повлечет за собой другой сценарий. То есть лучше сейчас вообще не принимать судьбоносных решений, но обязательно бдительно и осознанно наблюдать за тем, что приходит в нашу жизнь. Какие энергии сейчас идут? Это энергии очищения, перенастройки и как бы обнуления старых парадигм. Если мы возьмем такое понятие, как переход, о котором я уже неоднократно говорила в своих интервью, квантовый переход, это увеличение частот нашей планеты. То есть сейчас идет реформа, можно сказать, на планетарном уровне. Не только на уровне. А человек как клетка мироздания, мы же неотделимы от процессов, мы едины совсем. Соответственно, мы сейчас в основном избавляемся от энергии страха. Это старая энергия, старая парадигма. Вот если мы возьмем жизнь человека, например, вы себе ставите цель, я хочу там зарабатывать такую-то сумму денег. Мышление такое – это уже как бы как элемент принятого решения на страхе. Вы себя уже ограничиваете этим числом. То есть мне, чтобы выжить, нужна такая-то сумма. А если вы себя не ограничиваете, и вы ощущаете, что финансовые потоки к вам приходят легко, из любых положительных источников, вы открыты для мира, для новых возможностей, вы гибкие, то тогда у вас и они будут приходить неограниченно. То есть нас сейчас учат, можно сказать, жить на энергии любви, а не на страхе. В доверии какого-то очередного. В доверии, да. Но мозгу всегда хочется все проконтролировать. Поэтому это не один день будет еще длиться, процесс вот этого перехода, на энергетическом уровне, на квантовом уровне. Поэтому как бы как рекомендация все-таки стараться не сопротивляться этим процессом. Ну, естественно, во внешнем мире есть вот такие вот моменты, как карантин, добровольно-принудительные какие-то моменты, которые существуют. Карантин не изменишь, а отношения можно поменять. Об этом, да, вы сейчас говорите, что можно менять отношения к разным ситуациям. Это как раз будет зачитываться, как пройденный урок, примерно так? Примерно так, да. Принятие, урок принятия и доверия, да. Так, еще такая страшно звучащая, как по мне фраза «коридор затмений» вообще нагоняет жуть, по-моему, на людей. Что это на самом деле? Чем опасно, не опасно? Как себя вести? И когда, собственно, он начинается? Все, что происходит, все от Бога, а все, что от Бога, то во благо. А затмения считаются, как божьи проведения, какие-то моменты, такие ключевые точки, которые ускоряют определенные процессы. То есть, приведу пример. Если человек, например, постоянно находится в развитии, постоянно себя совершенствует, какие-то преобразования и трансформации в его жизни происходят, он это нормально принимает, идет в новое, менее консервативный, тогда и «коридор затмений» для такого человека – это, наоборот, возможность ускорить что-то. А если человек, например, консерва, лежит на диване, ему нравится все, чем он себя окружил, этот день сурка, и он пытается скрыться за этим всем от мира, ему нравится просто проживать каждый день одинаково, он не развивается и так далее. Естественно, для таких людей коридор затмений, он проживается болезненно. Таким людям довольно-таки сложно вот эти внешние обстоятельства принять. И бывает, конечно, это болезненно. То есть, я знаю случаи там своих клиентов, своих знакомых, когда просто тебе вот ты утром один раз проснулся, и у тебя там… тебя просто уволили с работы, потому что, на самом деле, ты давно сам хотел уже уволиться, и тебе это не приносит удовольствие, эта деятельность. Это тебя вынуждают уже действовать. Да, но пока ты принимал решение и сомневался, потому что в сомнениях у человека очень огромный пласт энергии перегорает. Это слив энергии, сомнений. Ну вот. Поэтому коридор затмений не так уж и страшен, на самом деле. Опять же, как воспринимать, получается? Как воспринимать. А в какие даты он будет? Можем ли озвучить для зрителей, когда старт, когда конец, когда обращать внимание на такие явления особенно? 19 числа у нас, 19 ноября, лунное затмение в знаке Зодиака Телец, и солнечное затмение в знаке Зодиака Стрелец 4 декабря. Между этими датами как раз коридор. Да, и еще две недели после. То есть я бы не принимала судьбоносных решений до где-то 19 декабря. И вообще, как я наблюдаю, и сама учусь часто, у меня есть тоже, как у каждого учителя есть учитель, да, спешка, она всегда убивает будущее. Спешка, суета, и вот нужно делать все в удовольствие, поэтапно и взвешенно. То есть если вы примете какое-то судьбоносное решение в январе месяце, ничего не случится. А вы сейчас понаблюдайте за тем, от чего вам нужно избавиться, как пересмотреть свое мировоззрение и выставить ценности и приоритеты. И тогда намного будет легче сформировать свой крутой 2022 год. Потому что это год трех двоек, и это год с колоссальным энергетическим потенциалом. Ну, мы об этом можем потом поговорить. Обязательно поговорим более подробно. Да, да, это год трех двоек. Он очень будет такой драйвовый. Так, звучит хорошо. Соответственно, чтобы был драйв, нужны силы и чистое пространство, как вы сказали. Да. Есть ли какие-то особенные даты в период до Нового года, к которым нужно отнестись с особым вниманием, как-то, может быть, подготовиться? Есть у нас 4 декабря, как я уже говорила, солнечное затмение. Можно там в первый, второй лунный день формировать что-то для себя, планировать. Хорошо что-то вот по более таким новаторским проектам, по каким-то, возможно, коллаборациям с иностранными партнерами, ну, для кого это уместно. Какие-то путешествия, может быть, подумайте над тем, в какое место силы съездить, что-то узнать, где вы можете напитаться каким-то ресурсом. Ну, то есть вот пересмотреть свою жизнь. 12-е, 12-е, хороший день. Вообще число 12, я думаю, о нем много не надо говорить, потому что и так все понимают, да, что оно сакральное, что оно имеет смысл определенный. 12 знаков зодиака, 12 нитей ДНК основных, 12 апостолов, ну, я бы там не задумывалась. Ну, вообще число 12, оно символизирует все, что есть у нас в мироздании. Это женская и мужская энергия. Женщина следует за мужчиной, так как двойка следует за единицей. Это вот очень такое число, которое обладает энергией баланса, энергией любви, и в этот день стоит посмотреть на свои отношения. Вообще 2021 год, это был годом пересмотра отношений. Поэтому вот эти сферы, на них стоит обратить внимание. И какой еще день? Я бы выделила астрономическую зиму, день зимнего солнцестояния, 21 декабря. Это самая длинная ночь и самый короткий день. Тоже энергетически сильный день. Ну, здесь больше люди, которые занимаются какими-то обрядами, смогут вам подсказать. Но максимально, если есть возможность выехать на природу, послушать себя, провести какую-то медитацию. Просто я понимаю, что люди, которые живут в крупных городах, для них это довольно-таки сложно. Может быть проблематично адаптировать. Да, проблематично. Но, по крайней мере, я бы не спешила в декабре с принятием решений. Это как раз те даты, в которые лучше пересмотреть отношения с самим собой. Это тема, которая выходит на первый план сейчас. В целом, сейчас в период до Нового года, сфера, которую стоит развивать, это как раз пересмотр отношений с самим собой, с другими людьми, в мире везде жизни, либо есть еще какие-то сферы, которым можно уделить особое внимание, и в них большая вероятность прийти к успеху. Возможно, бизнес, возможно, семья, еще какие-то такие вещи глобальные. Так, попробуем сейчас сформулировать. На самом деле, ключевая точка отсчета это отношения с самим собой. И это как раз то, к чему нас ведут. В первую очередь, быть честным с самим собой, признаваться, как мы хотим, чтобы было. Ведь очень много пар живут, например, с вторичной выгодой. Вот я консультирую огромное количество в основном женщин, и у каждой есть боль. И каждый человек приходит с вопросом, а что мне делать? Разводиться или нет? Или у нас отношения зашли в тупик? Ну, то есть, сейчас год 2021, как я уже говорила, это был год, я говорю уже практически в прошлом времени, потому что мы его завершаем. Это был год пересмотра личных взаимоотношений в семьях. Но ключевая точка отчёта это отношения с самим собой. Насколько я хочу, чтобы моё окружение менялось. Наше окружение нас создаёт на 70%. Слушать себя, насколько вы наполняетесь в этих отношениях, если вы в унисон с партнёром. Потому что очень много людей, которые живут в иллюзии. в иллюзии того, что это их человек. Или я просто не хочу разводиться, потому что семья на первом месте, но на самом деле там-то семьи уже давно нет. Это фейк. А люди там обманывают себя в первую очередь. Не другого человека, а себя. И это сплошь и рядом. То есть, вот этот год, он был годом пересмотра, что для вас на самом деле есть ценно. Обратите внимание женщинам на себя. Ещё обязательно. Потому что в мире всё построено на женской энергии. Женщина – это проявление планеты Земля. Сейчас женское время. Да. Внимание, женщины. А мужчина – это возможность реализовать то, что планета разрешила. Понимаете, какая связь? Так, глубоко. Вот. Поэтому ресурс и ценность женщины – это очень важно. Это первоочерёдно. И если женщина себя обесценивает и не умеет выстраивать отношения с мужчиной, соответственно, рушится всё. И его бизнес в том числе. И его здоровье. И её. То есть, это вот именно о том, я подвожу, отвечаю на вопрос, который вы мне задали в самом начале. Какая сфера? То есть, сфера партнёрских взаимоотношений и отношений с самим собой – это точка отсчёта, базовый фундамент для всех других. То есть, если тут нет баланса, значит, не будет ни бизнеса, ни здоровья и так далее. То есть, часто люди ищут причину вовне, а на самом деле тут нужно, в первую очередь, работать над самим собой. И нас на это сейчас выводят. на партнёрские отношения третьего уровня развития сознания. Это где двое берут в равной степени ответственность за то, что создают. Это вот любовь нового мира. Поэтому этот год был таким для многих пар показательным. Мне кажется, это вообще сложная тема, и нужно отдельно на неё разговаривать. Напишите в комментариях, нужно ли отдельно поднимать тему отношений в отдельной программе с Ноной. Мы прочитаем, увидим и ответим тогда. Можно ли ещё в завершение проговорить, например, с астрологической точки зрения? Есть ли знаки, для которых период до Нового года будет самым плодотворным? Или в целом все те рекомендации, которые вы как раз до этого говорили, касаются всех, независимо от того, кто когда родился и каких-то дат рождения? Вы знаете, на самом деле в каждом из нас, если взять натальную карту, в каждом из нас есть немного тельца, овна, там, одной десятой от скорпиона и так далее. Ну, нужно смотреть, где какие планеты, личные там и так далее. Поэтому я всё-таки склонна, вот как человек есть клетка мироздания, он неотделим от всех процессов, которые происходят во Вселенной. Точно так же и знаки зодиака. На всех всё влияет, особенно всё, что происходит сейчас. Нам сейчас такой дали интенсивный режим, где просто нужно принимать, быть бдительным и осознанным. Ну, беспечность тут сейчас не подходит абсолютно, или там пустить что-то на самотёк. Поэтому каких-то определённых знаков зодиака я бы не выделяла. Включаться нужно всем. Включаться надо всем. Всем в развитие сознания, в расширение границ и смены ценностей и приоритетов, независимо от знаков зодиака или от даты рождения. То есть я бы всё-таки на этом остановилась. Спасибо вам за ваши советы. Ссылку на ваш канал мы оставим в описании. Переходите, узнаете там больше интересного и полезного от Ноны. Напомню, что Нона Мусолян сегодня была в гостях на MyUA. И спасибо, что вы были с нами. Могут ли карты Таро рассказать о том, куда президент приведёт свою страну? Здравствуйте. Это такой инструмент, который может рассказать абсолютно обо всём. Тут главное правильно задавать вопросы и получишь правильный, исчерпывающий ответ. Так, сейчас думаю, что буду учиться вместе с вами задавать эти вопросы правильно. Представлю вас и можем начинать. Розалия Романова, таролог, психолог и астролог. Сегодня в студии MyUA и будем говорить о том, какое будущее ждёт главу нашей страны. Розалия, для начала я бы хотела узнать, как вообще работают карты Таро. Я думаю, что и зрителям это будет интересно и полезно узнать, а кому не интересно, в описании вы сможете перейти сразу к интересующему вас блогу. Да. Что такое Таро? Таро – это один из инструментов, один из оракулов, с помощью которого мы можем заглянуть, как говорится, в информационное поле. Может быть, это ещё называют коллективное бессознательное. Кто-то это говорит о том, что это подсказки высших светлых сил. Кто-то считает, что это подсказки как бы с другой стороны. Но в любом случае, понимаете, что такое воспользоваться такими инструментами? Это как включить фары. Чтобы лучше было видно, мы включаем фары. Что здесь плохого? Всё хорошо, правильно? Всё правильно. Дальше видно. Или берём бинокль. Без бинокля одно, с биноклем сразу навели фокус, мы видим другое. Так вот, и вот такие инструменты, как Таро, то есть какие ещё есть инструменты? Есть ровные, есть ассоциативные сейчас метафорические карты, самые разные. То есть это лестницы, двери, просто какие-то размытые картинки. То есть много авторов есть. У меня тоже, кстати, есть моя авторская колода, и она называется «Межигорье. Место силы». Так что я тоже к ней обращаюсь. Может быть, в следующий раз мы к ней обратимся. Мы ссылочку на ваш аккаунт в Инстаграм оставим в описании под этим видео, так что можно будет тоже перейти, поинтересоваться, посмотреть. Я ещё хотела уточнить, имеет ли значение какое-то внутреннее состояние того человека, который делает расклад или кому делает, от чего зависит потом точность прогноза. Вы знаете, если расклад делает обычный человек, который просто прочитал что-то про Тару, как-то первый раз это делает или ещё что-то по учебнику, то его состояние очень сильно влияет. Более того, если человек делает расклад сам себе, то чаще всего бывает такое, что он сам себе выкладывает именно то, что он хочет. То есть вот его состояние как раз колоссально влияет на это. Но когда работает мастер, мастер опытный, мастер, который подключён к Грегору Тару, то есть это специальный как бы канал с специальными такими защитами и настройками, которые делают таким образом, чтобы личность мастера она влияла только положительно, только как бы наша задача расшифровать, что же нам сказано. Понимаете, как вот можно сказать, что если хирург-новичок, и он только что по ссорю со женой, а потом ему позвонила мама, ну тут 100% у него будет неприятная ситуация и неудачная операция может получиться. Если это профессионал, то он может своё эмоциональное состояние оставить за дверями кабинета и результат будет положительный. Точно так же с любыми инструментами, в том числе с Тару. Ну что ж, на такой прогноз сегодня я и надеюсь. Тогда мы можем начинать с общего вопроса, какими будут предстоящие полгода, оставшегося года для президента нашей страны Владимира Зеленского. Вы знаете, у меня есть такой расклад, который я чаще всего делаю буквально на 4 карты. Он такой вот показывает картину, ну если это говорить про бинокль, то такой вот бинокль не самый мощный, не телескоп, но общие очертания. То есть это, я вот уже сейчас буду настраиваться на нашего президента, и это 4 карты, в которых то, что он будет думать, что у него будет в голове, какие мысли будут преобладать. Дальше, что будет на сердце, то есть что будут, какие эмоции, что он будет чувствовать. Вот, следующая карта, что он будет показывать, то есть как он будет себя в этой всей ситуации вести. И карта результат, то есть какого в результате президента мы с вами будем видеть, и как действительно будут влиять его, ну вот эти поступки, на то, что будет происходить у нас в стране. Круглые карты тоже бывают, никогда таких не видят. Да, да. Ну вот сейчас мы как раз будем, ух ты, вот видите, закрутилась карта, это тоже интересно, это знак, сейчас мы посмотрим. То есть круглые карты, они показывают не только само значение, а тенденцию. И вот сейчас это у нас то, что в голове, то, что у нас на сердце, то, что уникальный расклад. Вообще, такой интересный расклад, сейчас вы поймёте. И результат, результат. Смотрите, первая карта, которую мы здесь видим, это карта, ну это очень авторитетная карта, она называется жрец, но её, ну как образ, это как раз вот президент, папа римский и так далее. То есть вот президент в голове о себе думает, как о президенте. Это хорошо. Вы помните, как карта начала крутиться? То есть вот сейчас карта лежит в прямом положении. То есть он уверен в себе, он считает, что он правильно всё делает, он считает, что он ведёт нас туда, куда нужно. Но то, что вот карта крутилась, это говорит о том, что его вот шатает из стороны в сторону. То есть всё-таки вот он может собраться, сконцентрироваться. И вот вы знаете, я ещё хочу сказать, что есть много способов смотреть на человека по дате рождения, имя и так далее, и так далее. Так вот по дате рождения у нас очень интересный президент, он манифестер. Таких людей всего лишь 2%. И это вот, понимаете, от слова манифест, то есть манифестеры, они видят картину мира, и они вот прут туда, куда они считают нужным. И они делают так, как они считают нужным. И вот эта карта тоже этому соответствует. Но понятно, что в разные стороны его всё-таки болтает. В сердце. В сердце, в душе, карта император. То есть опять же президентская карта, понимаете? Составляет. Ну да, то есть удивительным образом, то есть везде он выпал сам себе. Но здесь она уже в перевёрнутом положении. Причём вот в ухудшающемся. То есть если в голове он говорит себе, что я президент, я всё могу, я правильно всё делаю, то в душе он себя чувствует очень неуверенно. В душе, вот я бы даже сказала, что душа рыдает. Вот не просто плачет, а вот иногда вот рыдает. Душе хочется обнять подушку и просто вот в эту подушку рыдать. Но понимаете, опять же, то, что в сердце он всё-таки чувствует себя императором, это тоже хорошо. Потому что могла бы быть любая какая-то другая карта и там шут-дурак, например, там ещё что-то. То есть император – это хорошо. Положение карты плохое. То есть вот мне хочется его поддержать. Вот даже просто по-человечески, вне зависимости от того, что он там делает, вот человеку в таком состоянии хочется вот обнять и плакать, понимаете. Дальше. Что он показывает? А здесь карта маг. Карта маг – это тоже мужская карта. Это первая карта второго. То есть всего есть 22 аркана, и это первый аркан. То есть по своей последовательности. И у этого персонажа, у него есть всё для того, чтобы делать всё. У него есть деньги, у него есть жезлы. Жезлы – это как инструмент работы. У него есть меч. Он может защищаться. И у него есть чаша. Чаша – это как бы уже веселье, досуг, любовь. Это то, что он демонстрирует вовне. И эта карта улучшается. То есть то, что он будет нам демонстрировать, несмотря на то, что душа плачет, что я всё могу, у меня всё есть, верьте мне. То есть вот это он будет демонстрировать. Но результат у нас – карта нового пути, причём она перевёрнута. То есть что это означает? Новый путь – это всё-таки ну как бы новый президент. То есть получается, что всё равно вокруг него будет создаваться такая ситуация, что вот если не импичмент, то перевыборы. Если не перевыборы, то ещё какая-то ерунда. То есть вот ему всё время будут как сбиваться его пути. Но поскольку карта перевёрнута, она говорит о том, что будут говорить про новый путь, но мы будем оставаться пока, пока мы будем идти с этим президентом. Думаю, если успеем, сегодня тоже затронем тему нового пути, ждать ли нам в итоге перевыборов или нет. А следующим вопросом я бы хотела узнать, какие, возможно, трудности или испытания могут ждать президента на его посту. Можем ли это описать как ключевые события, которые повлияют на него? Вы знаете, тут тоже вот очень важно правильно задавать вопрос. Потому что, вы знаете, нужно всё-таки говорить о том, чего ты хочешь, а не о том, чего ты не хочешь. Мы же не хотим ни трудностей, ни испытаний. Мы хотим, чтобы всё было хорошо. Как тогда лучше формулировать? Ну надо действительно, вот вы говорите, ключевые события. Знаете что? Вот есть у меня такой расклад, он буквально на несколько карт тоже, где у нас по месяцам, вот мы можем посмотреть, что самое главное будет происходить в сентябре, что самое главное будет происходить в октябре, в ноябре, ну и давайте в декабре, то есть вот до конца года. И тут будет две позиции. Явное, то есть то, что все будут видеть, и тайное, это то, что будет происходить за кулисами. И вот сейчас мы посмотрим, на что нужно обратить президенту внимание, какие ключевые будут происходить события. Тем более, что на ближайшие несколько месяцев делают ставки и политологи, и эксперты по поводу того, что будет в нашей стране не скучно. Тут уже больше карт. Но это другой совсем расклад. То есть вот смотрите, вот это у нас сентябрь, явная, тайная. Это октябрь, явная, тайная. Это ноябрь и декабрь. И тут всегда в раскладах все-таки есть карта результат. Результат. Результат у нас не очень хороший. У нас перевернутая справедливость. То есть в результате то, чего ему нужно больше всего бояться, это нарушение закона. Каких-то незаконных действий по отношению к нему. Но это серьезно. Но понимаете, опять же, у нас нету одного единственного будущего. То, что показывают карты сейчас, это вот если вот ничего не будет меняться на протяжении этих четырех месяцев, как оно будет? Но будет же меняться. Вот возможно, опять же, президент посмотрит этот расклад. Появится новый предпосыл. Да, и что-то предпримет. Пока самый опасный месяц это получается октябрь. То есть, ну я пойду по порядку. В сентябре явная карта шут-дурак. То есть будет происходить много неожиданных всяких событий, но в основном это хорошие события. То есть, ну как говорится, дуракам всегда везет. Это в явном. В тайном карта башня. То есть, ну почву из-под ног у президента будут выбивать. Он будет это знать, он будет это чувствовать. Он, ну опять же, мы же это видели, да, то есть вот что у него в своей ситуации как раз вероятно. Да. Что дальше? В октябре карта тузмичей. Это карта активных событий. Хорошо, что она в прямом положении. В прямом положении она говорит о том, что все будет не просто хорошо, великолепно. В перевернутом все будет не просто плохо, а отвратительно. Но вот слава богу, что она легла в прямом положении. То есть, все будет хорошо, но все равно в тайном продолжается провокация. Идет карта дьявол, причем в усиливающемся положении. Понимаете? Самый опасный месяц как раз из-за провокации возможностей. Смотрите, потому что внешне будет казаться, что все хорошо, все устоялось, а вот это все все равно будет подтачиваться. То есть, вот он будет самый опасный для последствий. Ну, и тут вот все-таки надо как-то устоять. Дальше. У нас идет ноябрь. Тут идет карта. Люблю эту карту. Тут у меня вот нарисована девочка, которая борется со львом, и его побеждает. Карта сила. Но на самом деле вы понимаете, как девочка может победить льва? Ну, явно не силой, да? А это сила интуиции, это сила мудрости, сила дипломатии. То есть, выйдет дипломатия на первое место и прямо в прямом положении карта, и это говорит о том, что вот у самого президента будут победы дипломатические, и у Украины в целом будут такие вот победы. Дальше. Карта гармоничная, гармония, это карта в тайном. То есть, вот наконец-то все как-то утихомирится. Наладится в наивне. Да, то есть, понимаете, то, что явное, это все-таки верхушка айсберга, а вот тайное, оно самое такое, ну, опасное. Вот тут вот как раз в тайном получше. И Новый год, вообще очень хорошо, декабрь, тут карта жрица. Жрица всегда получает то, что она хочет, особенно в прямом положении. То есть, в результате все-таки президент сможет получить то, что он хочет, но в тайном все равно будет колесо фортуны в перевернутом положении. То есть, будут какие-то вот неслучайные случайности, которые могут вот взять и перевернуть вот эту его удачу. И вот этот вот результат, в результате перевернутая справедливость. Ну, понимаете, если справедливость у нас легла, то в его силах, ну, и в силах всех нас и тех, кто, ну, как бы за закон сделать так, чтобы все-таки закон восторжествовал. То есть, мы предупреждены и мы уже можем что-то делать. То есть, опять же, это, знаете, как если на машине мы едем и вот фары нам показывают, что вы едете в стену. Но это же не значит, что все. Предупрежден вооружен. Мы увидели это, мы можем притормозить, мы можем свернуть, мы можем остановить машину, выйти, посмотреть, что там вообще такое происходит. Вот то же самое с любым прогнозом. То есть, это предупреждение. Будешь идти тем же путем, вот придешь к такому результату. Что-то начнешь менять, результат тоже будет меняться. Можем ли дальше спросить, придет ли страна при нынешнем президенте к процветанию? Люблю смотреть на процветание. Да, на процветание давайте посмотрим. Так, а сколько нам осталось еще времени у нашего президента? Хороший вопрос. Будем смотреть, люблю смотреть на процветание. Давайте подумаем. Вот этой каденции осталось два с половиной года. Но может же быть второй срок. Как вот мы сразу посмотрим на 7 лет, например, или пока будем смотреть на 3, например. А можно ли одновременно и срок учесть, будет ли второй перевыбор, или это должен быть отдельный вопрос. Вот как раз мы увидим, если посмотрим на 7 лет, мы как раз и увидим, будет ли это все продолжаться. Давайте на 7. Давайте. Видите, вот так вот можно, задавая один вопрос, увидеть и много дополнительной информации. Сейчас настраиваемся на процветание. Это прекрасно. Так. Так, уже знакомые персонажи. Да, ну, понимаете, бывает такое, что одна и та же карта как бы преследует. То есть, смотрите, суть вопроса как раз карта гармонии, карта умеренность называется, которая говорит, что спокойно, по силам, по средствам продвигаешься вперед и получаешь даже больше, что хотел. Это у нас суть вопроса. Но карта уходит в перевернутое положение, то есть, получается, что, ну, не будет гармонии. Вот нас будут, вот от этого нашего процветания все время будут пытаться что-то откусить. Но, понимаете, будет от чего кусать. То есть, это уже хорошо. То есть, вопрос не в том, что вот вообще все плохо. Теперь смотрите, что нам помогает. Тут лежит карта башни. Карта башни – это одна из самых плохих карт и самых резких. Это, вы знаете, как пизанская башня, которая вот должна была рухнуть, но не рухнула. То есть, карта уходит в перевернутое положение. То есть, получается, вот эта вся нестабильность в мире, нестабильность с соседями и все остальное, на самом деле, во многом нам идет в плюс. То есть, вот то, что эта башня не падает, это нам помогает. То есть, мы, знаете, есть такое выражение пробежать между капельками дождя. То есть, вот получается, что все-таки вот к процветанию мы будем бежать через капельки дождя. Что нам мешает? И вот смотрите, помните, я говорила про самый опасный месяц, и тут у нас опять туз мечей. Хорошо, что он в прямом положении. То есть, это говорит о том, что будут резкие ситуации. То есть, это очень резкая карта. Она очень так вот переворачивается туда-обратно. Будут ситуации, когда будет вот казаться, что ну все, вот все пропало. Но оно там пум и все-таки выправилось. То есть, вот эта карта говорит о том, что критических моментов будет очень много. Ну и смотрите, вот весь этот расклад говорит о том, что очень вероятно второй срок. Очень вероятен. Потому что, опять же, карта, которая результат, это победное движение вперед. То есть, колесница. Мы понимаем, что победа там, где борьба, там, где война, может быть даже. Понимаете? То есть, ну как, победы без борьбы не бывает. Но вот эта карта в улучшающемся положении говорит о том, что наши позиции будут укрепляться. Наверное, это хорошо. Мне нравится однозначно, как это звучит. Надеюсь, и президенту тоже понравится. Мы уже ближимся к завершению. Я бы хотела в конце задать вопрос, который наверняка всех волнует уже последние больше семи лет. Сможет ли нынешний президент вернуть мир в Украину? Давайте мы сделаем таким образом. Вот есть у меня еще одна колода, тоже моя любимая. И тут есть аффирмации специально. И вот мы посмотрим, что нам подскажет она. Возьмем только одну карту. И посмотрим, какая будет подсказка. Десятка Михаила. Вот я ее положу, чтобы тоже можно было ее увидеть. Но тем, кто там не очень внимательно видит, балерина прекрасная, которая вот вышла на поклон. И тут написано, ситуация завершилась, и вы, наконец, свободны. Ну, прямой ответ на поставленный вопрос. Скоро появятся новые возможности для счастья. Отпустите свое прошлое. То есть это прямой ответ на то, что все получится. Хотя, вот понимаете, опять же, десятка Михаила, это вот в этих второй, это было бы десятка мечей. Мечи – это всегда там, где борьба. Это всегда, где острый, где тяжело. Но вот десятка мечей – это действительно благоприятная карта, которая говорит о том, что все будет так, как вы хотите. Мне нравится заканчивать на позитивной ноте. Всегда как-то ваши прогнозы очень вдохновляют, Розалия. Спасибо вам за это. Это ценно. Розалия Романова, таролог, психолог и астролог. Сегодня была в студии MyUA. Я напоминаю, что ссылочку на аккаунт Розалии, где вы сможете к ней обратиться, мы оставим в описании под этим роликом. Вы сможете найти его, нажав на стрелочку вниз. Также ждем ваши лайки, подписки. И спасибо, что вы с нами. Субтитры создавал DimaTorzok